Здравствуйте! Это программа «После новостей» в студии Дарья Тарасенко. Сегодня Краевой суд начал рассматривать громкое дело о ликвидации церкви Последнего Завета Виссариона. С таким требованием обратилась прокуратура. Первое заседание прошло за закрытыми дверями. Пустили только адвокатов и представители прокуратуры. И обычно такие ведомства, как прокуратура, комментарии согласовывают очень долго. Поэтому мы в эфир позвали адвоката, чтобы узнать подробности. Вам рассказать. Иван Хорошев в студии. Здравствуйте, Иван. Ну и первый вопрос. Какие впечатления от этого первого заседания? Я так думаю, что опытный адвокат видит настрой судьи. Нет, не видит. Нет? Непонятно? Я вам скажу секрет. Мы никогда не ориентируемся на настрой судьи. Нас никогда не впечатляют улыбки, либо наоборот строгое отношение. Для нас очень важен сам процесс, насколько он правильно идет. Насколько нам дают возможность высказаться. Прокуратура требует ликвидировать. И говорят, что основания для ликвидации есть. Они подкреплены фактами. Что это за факты? Какие есть доказательства? Самое удивительное, что к данному административному иску прокуратура приложила материалы уголовного дела. То есть 99% доказательств с точки зрения прокуратуры это материалы уголовного дела. Которые еще не то, что не рассмотрены, но даже не расследованы. И в связи с этим у нас большой вопрос. Мы считаем, что процесс в рамках административного судопроизводства проводиться не может, пока не состоится приговор по этому делу. Потому что рассматривают одни и те же факты и фактически одно и то же обвинение. То есть обвиняется в том, что деятельность церкви посягает на права граждан. Мы сегодня заявляли ходатайство о пристановлении производства. К сожалению, суд наше ходатайство не разрешил. И сейчас создается очень большая коллизия. Дело в том, что административное судопроизводство, оно скорее всего, я так планирую, закончится быстрее. Если суд все-таки примет решение, наш Красноярский, краевой, о том, что церковь Последнего Завета нарушает права граждан, то это создаст приюдицию для уголовного дела. Что такое приюдиция? Приюдиция – это обстоятельства, не подлежащие доказыванию, которые уже установлены судом в рамках рассмотрения другого дела. И тогда это облегчает производство по уголовному делу. И тогда достаточно положить решение Красноярского краевого суда. И все. Но самое здесь интересное, что обвиняемые, которые там участвуют, Торопов, Ведерников и Редькин, в этот процесс допущены не были в качестве заинтересованных лиц. Тогда получается, что люди, являясь обвиняемыми по делу, не могут сейчас защищаться против обвинения, выдвинутого в рамках административного судопроизводства. И которое потом будет... Как все запутано. Да, вы представляете, так и должно быть. В нормальном правовом государстве, в настоящем, эти процессы не должны были переплетаться. А если бы даже и переплетались, это дело должно было быть приостановлено. Но обвинение – это все-таки на чем строится? Конкретно какие права и свободы ущемлены? Есть какие-то формулировки понятные и четкие? В том-то и дело, что их нет. Мы считали, что есть мнение экспертов о неоказании медицинской помощи, о стимулировании зависимого поведения, нарушении сексуального поведения. Вот это есть какие-то подкрепленные экспертизы, подписанные каким-то экспертом? Вот как раз на этом вопросе мы сегодня в краевом суде и остановились. Когда было оглашено содержание искового заявления, и настала наша очередь задавать вопросы по существу, мы сформулировали свои вопросы письменно, и мы попросили прокуратуру ответить указание все доводы, и как они эти доводы подтверждают, какие нормы морали были нарушены, допустим, и чем это подтверждается. Поскольку это очень сложно, то прокуратура благоразумно, я это поддерживаю, посчитали, что они не могут ответить на эти вопросы в сегодняшнем процессе, именно поэтому мы сегодня отложили заседание прокуратуры, фактически согласившись ответить на поставленные нами вопросы, сейчас будет уточнять основания иска. То есть пока обвинение строится на том, что несколько человек пришли и сказали, что нас там плохо кормили, на нас оказывали давление, и мы пострадали. Из того, что я читал, я бы так сказал, у нас есть два потерпевших в уголовном деле экспертизы психиатрические, которые перекочевали и сюда. Психиатрические экспертизы частично сделаны нашими экспертами Красноярского бюро СМЭК, которые не являются психиатрами, и проводили эти экспертизы, не обследуя этих людей, просто по материалам делать. Это тоже интересный вопрос, как можно ставить психиатрическое заболевание, почему оно не обследуя людей. Это мы сейчас в рамках уголовного дела с этим работаем. Жалобы, связанные на отклонение, на нарушение норм морали, мы не совсем понимаем. Допустим, нам говорят, церковь последнего завета оказывает психологическое воздействие. Мы все живем в мире, где каждый друг на друга оказывает психологическое воздействие. Законы общества о том, что есть какие-то защитительные барьеры, в виде которого, допустим, тот же уголовный кодекс, он тоже оказывает, государственно нас с вами оказывает психологическое давление путем угрозы уголовного преследования, допустим, через уголовный кодекс. Это тоже психологическое давление, согласитесь? Армия психологическое давление, в институте психологическое давление, но потому что есть старший преподаватель, он психологически давит. должно к чему-то привести какому-то заболеванию срыву суициду 2-3 года назад череда самоубийств в органах мвд которые вышли средства массовой информации мы можем сказать что мвд это организация посягающая на права граждан которые вот через психологическое насилие доводит их до самоубийства допустим но не будем мы не будем до эфире но допустим та же формула сейчас используется против церкви последнего завета что вы оказывая какое-то психологическое насилие непонятное привели двоих граждан к психиатрическому заболеванию непонятно вот что касается различных других отклонений в ту экспертизу которую мы читали она у нас вызывает большие вопросы потому что порядка шести экспертиз проведены одним человеком на основании одних и тех же материалов в одно и то же время и даже я не обладая специальными познаниями в области религиоведения я был удивлен тем логическим приемом которые используют эксперт говоря образно очень очень откровенно передергивая и допустим делая вывод о том что учение виссариона разрешает в браке одному мужчине жить с двумя женщинами и показания какого-то человека который удивлен сексуально распущенностью и только на этих двух фактах эксперт делает вывод о том что вся все учение церкви последнего завета ну как бы пропагандирует сексуальное отклонение это очень странно да всего два формата хотя мы помним что сколько последователей опросилась в этом вообще до 10 тысяч дам по всей стране значит смотрите насколько не знаю не считали во первых в церкви последнего завета нету реестра последователей нет понимания что такое последователи это вот как с верующими есть люди которые истинно веруют в а что то и ходят регулярно исполняет богослужений если люди сочувствующих есть которые там допустим если мы панал логии берем с православием просто покрестились и потом на праздниках выпивают на пасху и значит на на рождество это вот последователи или не последователи никто не считает никто не знает никто не понимает если люди которые приехали разочаровались уехали есть люди которые приехали понравилось и уехали, живут у себя по всей территории России, и странам СНГ, и зарубежья также. Их невозможно сочетать. Какая сейчас будет позиция защиты? Я так понимаю, вы около 20 вопросов сформулировали. Дальше что? Вы имеете в виду в рамках этого административного судопроизводства? Прокуратура пообещала, что на эти вопросы нам ответит. Если мы действительно получим ответы содержательные, из которых мы поймем, начнем строиться защита, мы будем готовить свои возражения. Потому что мы сейчас не понимаем, на что возражать, поскольку мы не понимаем существо иск. Свидетели, я так понимаю, еще не выступали? Они не выступали, но на сегодня было озвучено, что как прокуратура, так и мы обязательно будем свидетелей приводить. Сколько с вашей стороны свидетелей, если не секрет? Да не секрет, я сказал сегодня об этом в суде. Я думаю, что минимальная цифра это порядка 50-100, это точно. Мы покажем, я сейчас хочу это точно сказать, что мы покажем о том, что люди пользуются медицинской помощью, о том, что женщины рожают в медицинских организациях, о том, что дети последователей получают хорошее образование, о том, что ребята служат в армию. Они сами вызвались? Это все, так понимаю, сочувствующие? Вот с момента задержания, практически месяц прошел, я ежедневно с утра и до вечера, по выходным и по праздникам, я принимаю звонки, сообщения, где люди, которым эта ситуация тревожит, они пишут, я хочу выступить, я хочу рассказать, что у нас нет никакого давления. Мне звонят девушки и говорят, что я ребенок секты, так называемой, я счастлива. Я счастлива. Их очень много. Ребята в возрасте до 25-30 лет сейчас делают свой флешпоп, который показывает, что мы родились или приехали в общину с родителями в малолетнем возрасте, и мы выросли нормальными, хорошими людьми. Вот вы сказали 50-100 свидетелей с вашей стороны. Прокуратура говорила, сколько у них будет свидетелей? Мы сегодня попытались уточнить, нам сказали, что не обязаны давать такую информацию, и поэтому мы по количеству не знаем. Но мы все-таки договорились о том, что сначала мы посмотрим, какие доказательства будет прокуратура представлять, в том числе и допросы свидетелей, это тоже доказательства. Потом мы в свою очередь будем высказывать свою позицию, подкреплять ее тоже доказательствами. Ну и, наверное, последний вопрос. Если все-таки решение суда о ликвидации вступит в силу, как это повлияет на жизнь общины? Что обязаны будут сделать последователи, я не знаю, снести этот город солнца, расселиться там на какие-то расстояния? Что должны будут? Или отречься в письменном виде? Понимаете, этот иск – это только одно направление, по которому действует государство. То есть есть еще и уголовное дело, есть еще ряд очень таких моментов, пока не хочу озвучивать. Наступление на общину со стороны государства идет по всем фронтам. И мы должны помнить, что в рамках уголовного дела, вот эта вот статья 239, которая сейчас вот трое обвиняемых, она сформулирована так, что она допускает уголовную ответственность и для людей, которые участвуют в этой организации, или пропагандируют ее учения. Соответственно, если вдруг признается, что учение Церкви Последнего Завета носит, как говорит религиовед, деструктивный характер, посягает на права граждан, то, по сути, каждый человек, который отправляет этот культ, считает себя последователем, либо распространяет эту веру, будет находиться под страхом уголовной ответственности. Но четкого предписания нет. Вот если нужно ликвидировать общину, что нужно сделать тогда членам общины? Смотрите, есть два вида решений, я по-человечески вам объясню, юридически. Есть два вида решений, по которым в рамках административного судопроизводства какая-то организация признается нежелательной. Есть, допустим, организации, которые посягают на права граждан, а есть экстремистские организации. Вот если организация экстремистская, она закрывается сразу моментально, ее учение объявляется экстремистским, это вносится в реестр, и у нас есть специальная статья, там очень огромные сроки, просто даже если ты высказал что-то. Тогда и само учение становится под запретом. То, что мы сейчас видим в формуле обвинения в уголовном деле, то, что мы видим сейчас в иске прокуратуры, там нет вообще речи об экстремизме. Мы надеемся, что этого и не возникнет. Но полтора года было следствие, если не увидели экстремизм, наверное, очень сильно надо постараться, чтобы его там разглядеть. Если этого нет, то с юридической точки зрения это будет просто ликвидация именно юридического лица, но учение, оно будет считаться разрешенным. И они также будут жить просто... Но, я вам снова говорю, в любой момент наше государство... Жить и не высовываться. Если он приедет, увидит предметы культа, увидит, допустим, последний завет, это их источник религии, и скажет, ты последователь, значит, ты будешь нести ответственность, опять-таки, в рамках уголовного законодательства, в рамках статьи 239. Да, это было только первое заседание по административному производству. Спасибо. В эфире у нас был адвокат Иван Хорошев. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вам расскажем. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова